Девушки отдыхают Подошел, сел за компьютер и хлопок меня аж подбросило на диване Просто лежала на диване, никого не трогала, тут бах, какой-то шум, думала дома что-то Посмотрела в окно, балкон упал Выбежали в чем были Пока я все собирал, сотрудники уже кричали, стена трещит, давайте бегом убегаем, все эвакурируем Окна квартиры, в которые произошел взрыв, выходят во двор Но и со стороны проезжей части, то есть противоположной, мы видим, что пострадали квартиры, которые находились напротив и даже этажом выше Куски кирпича и бетона, причем весьма весомые, разлетались на десятки метров И, видимо, только потому, что случилось это ночью, не пострадали прохожие В той квартире на седьмом этаже жил мужчина, 87 лет Он, видимо, погиб сразу Его 70-летняя соседка оказалась под завалами и умерла в больнице Травнированы еще четверо Было ли это необдуманное самоубийство без желания навредить соседям Или умышленное уничтожение квартиры, видимо, уже никто не узнает Увезли его на солнечный, его на солнечный не приняли в психбольнице Его привезли обратно Они газ перекрыли, чтобы он не заметил Стояк к дому перекрыли И то он нашел этот стояк, включил Они уехали домой к себе, внучка живет отдельно с семьей Никто не хотел обвинять дядю Мишу Так звали соседи погибшего пенсионера Участковый утверждает, что жалоб на него не было И соседям плохим не запомнился Ну, дядюшка такой приветливый, неприметный Всегда здоровья пожелаю, всегда спрашиваю А его драгоценным здоровьем интересовались Но что называется рикошетом За дело не только тех, кто жил в этом доме Речь о враче местного психоневрологического диспансера Которая отказала в госпитализации того дяди Миши Передакимова подозревается в совершении преступления Которая связана непосредственно с совершением преступления Тимохиным То есть состоит в причинно-следственной связи Пока не будет триады, то есть опасность для себя, для окружающих, состояние беспомощности и так далее Мы не имеем права брать на учет На учет-то мы можем взять, стационировать таких пациентов Ведь родственники думали, что мы сразу госпитализируем Вы знаете, закон, закон о свечерой, он принят в 92-м году Вот на волне перестройки Там, значит, три способа В первом случае, во-первых, согласие самого Он, если беспомощный, не может себе оказать помощь Кроме этого, он реально представляет опасность окружающим Об этом письменно, там ведь ни заявлений, ничего не было Два пьяных мужика привели третьего и говорят, возьмите Он вот угрожает и так далее Чтобы пациент дал добровольное согласие на то, чтобы его обследовали в подобной клинике Он должен понимать, что с ним что-то не то Но специалисты говорят, что люди с психическими отклонениями не считают себя нездоровыми И врач не всегда может при первой встрече определить признаки отклонений Есть понятие диссимуляция, симуляция Симуляция, когда человек изображает то, чего нет Агровация, когда преувеличивает то, что есть Диссимуляция, больной скрывает у себя это заболевание Улыбается, шутит, медсестрам делает комплименты И никого в голову не придет, что этот человек наш пациент Тем более он до этого на учете никогда не состоял Никогда замечен не был Словом, косвенным виновником в подобном случае может оказаться врач Здесь, как говорится, он принимает решение на свой страх и риск Зеленодольский случай оказался нетрадиционным Угроза была реализована Чаще всего обходится словами В случае принудительной госпитализации без веских причин Опять же вина ложится на врача Практически в каждом суде множество производств По административным делам о госпитализации гражданина В медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь В стационарных условиях в недобровольном порядке Дедушка, он вообще-то не согласился на госпитализацию Один из родственников объяснил Мы боимся, что он взорвет газ То есть он не объяснил, что дедушка пытался взорвать газ Или что он что-то на этот счет высказывает Он был достаточно благодушен То есть он нормально себя вел То есть он установился, что не алкогольное опьянение То есть никаких мыслей о том, что он собирается покончить с собой То есть никаких, никакой зависимости он не проявлял И меня также удивляет та показная жестокость в отношении врача Который 20 лет проработал Женщина, ее, значит, наручник Как будто самый виноватый в этой ситуации человек Здесь уже возникает вопрос к родственникам Если были угрозы, была попытка открыть газовые конфорки То почему пожилой мужчина был оставлен один в квартире По законам писанным и моральным Дети обязаны ухаживать за престарелым родственником Тем более, если у него не все в порядке со здоровьем А если угроза налицо, то не его везти надо в клинику А к нему врача вызывать Чтобы доктор смог оценить состояние человека Которого близкие посчитали неадекватным или опасным Он должен увидеть его в таком состоянии Вот именно в тот период, когда именно вот есть это вот возбуждение Психомоторное возбуждение Когда вот психоз прям вот выходит Открыто, да, и выходит на первый план, да Конечно, вот в этом случае, да, надо сразу же звонить в скорую помощь Чтобы вот по приезду Как раз-таки вот врач психбригады и врач-психиатр Который будет в составе данной бригады Он увидел на самом деле психоз Есть, конечно, и другие косвенные причины отказа в приеме пациента Не секрет, что людей пожилых Тем более тем, кому за 80 Не очень-то хотят принимать в стационар Потому что опасно и с точки зрения ситуации с ковидом Да и смерть в больнице статистику портят А этого, конечно, не хочется Судя по всему, к несостоявшимся пациентам Психиатрической клиники Можно было бы отнести и так называемого Мытищинского стрелка В этом случае мужчина 61-го года, видимо, отождествил себя с неким супергероем Или властителем мира И держал восьмичасовую оборону 30 марта Оба случая, скорее всего, можно исти к так называемому весеннему обострению То есть ситуации гормонального сбоя, авитаминоза и других причин, когда меняется психика А в этом году оно, по словам психиатров, обострено еще и последствиями карантинных мер Люди стали бояться общаться, меньше контактировать Более внимательными рекомендуют быть к своим близким, особенно в таких случаях Зуфар Давлечин, Андрей Ключников, Владислав Поташников, Андрей Мохов 7 дней Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok